Тысячи жителей Абхазии почтили память жертв ладской трагедии в Гудауте. Тысячи жителей Абхазии пришли почтить память жертв ладской трагедии в Гудауте. По традиции, в этот скорбный день к мемориалу пришли руководства страны, ветераны войны, родственники жертв и общественность со всех районов Абхазии. Наш народ видел много горя, но такого никогда. После того, как сбили вертолет с детьми, женщинами и стариками, на протяжении трех дней искали тех, кто из него выпал. Собрав тела каждого, их привезли в Гудауту. Люди, которые увидели весь этот ужас своими глазами, никогда его не забудут, сказал член совета старейшин Гудаутского района Виктор Гумба. И подчеркнул, что это трагическое событие не сломило народ Абхазии, а еще больше сплотило. После минуты молчания слово было предоставлено заместителю главы Ачимчирского района Эйнри Торуа, который отметил, что дата ладской трагедии навсегда останется траурным днем в истории Абхазии. После того, как жители Абхазии и родственники погибших узнали об этой трагедии, от их кригов содрогнулась земля, сказал Торуа. У жителя Ачимчиры Рауля Абшилава в этот день погибли шесть членов семьи. На траурном митинге с речью выступила его невестка Астанда Пачалия. С дрожью в голосе и слезами на глазах она поблагодарила всех, кто пришел в этот день к мемориалу в Гудауте почтить память жертв. Заместитель министра обороны Абхазии Аслан Ангваб вспомнил, что декабрь 1992 года был одним из самых сложных месяцев в отечественной войне народа Абхазии и тяжелее всего пришлось жителям осажденного Туарчала. Город пережил тяжелейшую блокаду, население гибло от холода, голода и бомбежек. Единственным способом связи с внешним миром была авиация. Российские вертолеты осуществляли гуманитарные рейсы и на обратном пути брали беженцев, прежде всего женщин и детей. Так было 14 декабря 1992 года. В один миг мы потеряли более 80 человек, в их числе 35 детей и 8 беременных женщин. Стоны и плач стояли в те дни в Абхазии, и по сей день они остаются в наших сердцах, отметил Аслан Ангваб.